Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем привет, с вами Антромер, и недавно в GTA Online вышла новая неделя бонусов и скидок. Получилась она, мягко говоря, жиденькая и смотреть там вообще практически не на что. В основном на этой неделе сделан упор на кислотную лабораторию и всё, что с ней связано. Это у нас двойные выплаты на доставку сырья и полторашние выплаты на продажу. Как раз таки сегодня в ролике я вам об этом и расскажу. Но перед началом ролика не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Для тебя это пару действий, а мне ты поможешь достигнуть 40 тысяч подписчиков на канале. Именно твоя такая поддержка мне поможет в достижении этой цели. Ну а теперь погнали в сам видос, всем желаю приятного просмотра. Первое, с чего стоит начать, это с поставки сырья. На это всё дело действуют двойные выплаты, что облегчает фарм. Но, к сожалению, этот бонус не актуален для тех, кто фармит лабораторию пассивно. Но всё же за одну доставку шкала сырья заполнилась ровно наполовину. Да, сырьё фармить на этой неделе очень просто. Сделав ещё одну поставку, я забил эту шкалу до максимума. После этого продукция у меня нафармилась, и я решил её продать. Мне попалась достаточно тупая миссия, где на парковке было много копов, и мой персонаж решил, что положить в багажнике слоту будет хорошая идея. Уже по машинам было понятно, что из этого ничего хорошего не выйдет. Так оно, собственно, и оказалось, как только я притронулся к багажнику, сразу же накинули три звезды. Пострелялся немного, сел на мотик и эпично уехал. Далее моей целью было оторваться от копов. Заехал в какую-то каналу, покатался по ней немного, оторвался от копов и продал товар. Миссия была максимально несложная и быстрая. И за это всё добро я получил 502720 долларов игровой валюты. Это ещё учитывая тот факт, что я выполнил 10 заданий ДАКСа и прокачал лабораторию. На обычной лаборатории выплата будет куда меньше. Почему этот способ не стоит использовать на постоянке на этой неделе, да и вообще в принципе? Ну, во-первых, начнём с того, что вам это попросту надоест, а во-вторых, выплата тут маленькая, даже с бонусом. Но если вы труха из Энберг, то почему бы и не пофармить? Вообще, самая лучшая тактика этой лаборатории, это использовать её пассивно и с другими видами заработка. Просто закупаем у псины сырьё и занимаемся другими видами фарма. Тогда и выхлоп будет больше, и интерес не пропадёт. Но на этой неделе просто так подачку разработчики кинули. Учитывая, что различные бонусы за задания ДАКСа на высоком уровне сложности до сих пор активны. Поэтому полторашная выплата на будку с псиной будет в тему. Надеемся, что следующая неделя бонусов будет куда интереснее, чем эта. Ибо разработчики даже машину новую не добавили, а прошлую убрали. Вот так вот и живём. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то интересен и полезен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ну а если тебе есть чем дополнить этот ролик, то пиши в комментариях. Все комментарии я читаю и на них же по возможности отвечаю. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Ну а если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебя не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok